Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии и приглашаю вас в наше путешествие по организму человека. Тема нашего урока – нервная система, ее строение и функции. Сегодня на уроке мы рассмотрим строение и функции нервной системы, а также познакомимся со строением и функциям спинного мозга. Ведущая роль в координации работы органов тела принадлежит нервной системе. Великий русский физиолог Иван Петрович Павлов так определял значение нервной системы. Деятельность нервной системы направляется, с одной стороны, на объединение, интеграцию работы всех частей организма, с другой – на связь организма с окружающей средой, на уравновешивание системы организма с внешними условиями. Нервную систему по месту расположения в организме делят на центральную и периферическую. К центральной нервной системе относят спиной и головной мозг. К периферической – нервы, нервные узлы, нервные сплетения и нервные окончания. Нервами называют пучки длинных отростков, нервных клеток, выходящих за пределы спинного и головного мозга. Нервные узлы образуют тела нервных клеток, расположенных за пределами центральной нервной системы. Совокупность нервных волокон, иннервирующих кожные покровы, скелетные мышцы и внутренние органы, называют нервным сплетением. Нервные окончания. Рецепторы – это особые структуры, преобразующие различные сигналы внешнего мира в нервный импульс. В зависимости от иннервируемых органов нервную систему подразделяют на соматическую и вегетативную. Соматическая нервная система управляет работой скелетных мышц, благодаря чему человек выполняет движения. Пормы весьма сложные. Вегетативная нервная система управляет внутренними органами, обеспечивая их взаимосвязанную работу при изменениях внешней среды и сохраняет постоянство внутренней среды. Нервная система образована нервной тканью, состоящая из нейронов и вспомогательных клеток – нейроглий. Эти клетки служат опорой для нервных клеток, входят в состав оболочек нейронов, участвуют в обмене веществ и передаче нервных импульсов. Основные функции нейрона – получение, переработка, проведение и передача информации. Нервные клетки различны по форме, но имеют одинаковый план строения. В них выделяют тело клетки и ее отростки. Короткие разветвленные отростки, по которым нервный импульс поступает к телу нейрона, называются дендритами. Единственный длинный отросток, по которому нервный импульс направляется от клетки, называется аксоном. Аксоны пронизывают весь организм и обеспечивают связь головного и спинного мозга с любым участком тела. Они покрыты миелиновыми оболочками, которые выполняют функцию электрического изолятора и способствуют быстрому проведению нервного импульса. Подсчитано, что скорость проведения импульса по безмиелиновому волокну составляет менее 1 метра в секунду, а скорость проведения импульса по миелиновому волокну от 70 до 120 метров в секунду. Так как отростки, покрытые оболочками, имеют белый цвет, они составляют белое вещество мозга и входят в состав нервов. Скопление тел нейронов образует серое вещество мозга, которое сконцентрировано в виде ядер центральной нервной системы и покрывает поверхность мозжечка и больших полушарий головного мозга, образуя их кору. Нервные клетки способны соединяться друг с другом в цепи, передающие нервные импульсы. Передача нервного импульса от одного нейрона к другому происходит в местах их контактов, получивших название межнейронных синапсов. Цепи нейронов непостоянные. Они могут как образовываться, так и разрушаться. Именно это свойство обеспечивает избирательный ответ на различные раздражения. Например, если человек решил перейти дорогу, первое, что он делает, оценивает ситуацию. Если видит, что дорога свободна, мышцам поступает сигнал к движению. Если по дороге движется транспорт, поступает сигнал остановиться. В нервной цепочке нейронам присущи разные функции. Выделяют три основные типа нейронов. Чувствительные нейроны приносят информацию. Дендриты этих клеток начинаются в различных органах чувствительным окончанием, рецептором. Рецепторы преобразуют энергию внешнего воздействия, свет, звук, запах и так далее, в нервный импульс и отправляют его к телу нервной клетки. В теле чувствительных нейронов происходит первичный анализ полученной информации. Далее следует вставочный нейрон, который передает возбуждение с чувствительного нейрона дальше, в центральную нервную систему. Проанализировав полученную информацию мозг передает команду к действию на двигательные или секреторные нейроны. Аксоны этих клеток подходят в виде нервных волокон к рабочим органам и запускают действие органа, обеспечивая ответную реакцию на полученный сигнал. Смешанные нейроны способны передавать импульсы в обоих направлениях. Ответные реакции организма на воздействие внешней среды или на изменение его внутреннего состояния, выполняемые с участием нервной системы, называются рефлексами. Путь, по которому проходит нервный импульс от места своего возникновения до рабочего органа, называют рефлекторной дугой. Рефлекторная дуга может быть простой или сложной. Самая короткая состоит из двух нейронов – чувствительного и двигательного. Сложные дуги состоят из многих нейронов. Рефлекторная дуга – это путь от рецептора к эффектору. Эффектор – это рабочий орган. Я покажу устроение соматической рефлекторной дуги. Соматические рефлексы – это рефлексы, проявляющиеся изменением тонуса или сокращением скелетных мышц. Это псевдоуниполярный нейрон. Он имеет длинный отросток – дендрит и относительно короткий аксон. Псевдоуниполярный нейрон лежит в утолщении заднего корешка в спинномозговом узле – ганглион спинале. Нервный импульс от рецептора по дендриту проводится к телу псевдоуниполярной клетки и дальше по аксону в спиной мозг. Далее происходит переключение на второй нейрон – вставочный или ассоциативный, который лежит в ядрах задних рогов спинного мозга. Третий нейрон – двигательный, эфферентный, лежит в ядрах передних рогов. Аксоны двигательного нейрона через передний корешок доходят до органа-эффектора. Вышеописанная рефлекторная дуга сложная, поскольку она имеет вставочный нейрон. Простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов. В ней нет вставочного нейрона. Аксон афферентного, чувствительного нейрона непосредственно контактирует с телом эфферентного, моторного нейрона. Двухнейронную рефлекторную дугу имеют сухожильные рефлексы, такие как коленный и ахиллов. Основные отличия простой и сложной рефлекторной дуги. В простой рефлекторной дуге рецептор и эффектор территориально сближены, в то время как сложная имеет территориально разобщенный рецептор и эффектор. Простая рефлекторная дуга двухнейронная моносинаптическая. Первый нейрон чувствительный, второй моторный и между ними синапс. Сложная рефлекторная дуга состоит как минимум из трех нейронов. Первый нейрон чувствительный, второй ассоциативный, третий моторный. По количеству синапсов сложная рефлекторная дуга полисинаптическая. Передние и задние корешки снаружи от спинномозгового узла соединяются, образуя спинномозговой нерв, нервус спиналис, который является смешанным нервом. Поскольку задние корешки образованы аксонами чувствительных нейронов, то при их пересечении теряется чувствительность соответственных участков тела. Передние корешки образованы аксонами моторных нейронов, поэтому при их пересечении теряется моторная функция. При пересечении спинномозгового нерва теряется и чувствительность, и моторная функция. Разработкой теории рефлекторной деятельности нервной системы занимались выдающиеся русские ученые. Иван Михайлович Сеченов, Сергей Петрович Боткин, Иван Петрович Павлов, Петр Кузьмич Анохин. Они теоретически и экспериментально доказали, что работа нервной системы всегда строится на рефлекторном принципе, то есть она непрерывно отвечает на различные раздражители. Следовательно, все действия организма происходят при участии центральной нервной системы и под ее контролем. Кроме того, у человека нервная система составляет материальную основу психической деятельности, мышления, речи, сложных форм социального поведения. Ребята, мы рассмотрели первый вопрос. Можем перейти к рассмотрению второго вопроса нашей темы строения и функции спинного мозга. Спиной мозг является частью центральной нервной системы. Он связан со всеми органами и тканями человека через нервные волокна, отходящие от него. Спиной мозг расположен в спинномозговом канале, образованный боковыми отростками позвонков. Этот канал и канал, проходящий в самом центре спинного мозга, заполнены спинномозговой жидкостью, которая предохраняет от толчков и сотрясений при движении человека и обеспечивает питание и обмен веществ нервных клеток. По форме спиной мозг это белый шнур толщиной около полутора сантиметров и длиной от 40 до 45 сантиметров в зависимости от роста человека. В верхней части он переходит в головной, а внизу оканчивается на уровне второго поясничного позвонка пучком, отходящих от него нервов, напоминающих конский хвост. Спиной мозг состоит из серого и белого вещества. Центральная часть образована серым веществом, которое на поперечном разрезе напоминает бабочку с развернутыми крыльями. Напомним, что серое вещество образовано телами нервных клеток – нейронов. В передних отделах располагаются крупные двигательные нейроны, длинные волокна которых идут к мышцам. Несмотря на то, что нервные клетки очень малы и обычно не превышают в диаметре 0,1 мм, длина их аксонов доходит до полутора метров. Эти отростки собираются в пучки, которые образуют передние корешки спинного мозга. Чувствительные нейроны сосредоточены в задней части спинного мозга. Их нервные волокна образуют задние корешки. Передние и задние корешки объединяются. Это объединение – спинномозговой нерв. Через отверстие в позвонке они выходят спины и мышцы. От каждого позвонка отходит пара таких нервов, один из которых иннервирует определенный участок тела с левой стороны, другой – с правой. Всего образуется 31 пара нервов. В боковых частях спинного мозга расположены ядра вегетативной нервной системы. Нервы, отходящие от этих ядер, иннервируют внутренние органы. Спиной мозг выполняет две функции – рефлекторную и проводящую. Проводящая функция заключается в том, что по восходящим волокнам сигналы с периферии тела передаются вверх головному мозгу. И наоборот, команды идут вниз из головного спиной мозга и дальше к мышцам. Однако существует множество рефлексов, рефлекторная дуга которых замыкается на уровне спинного мозга. Импульсы, приходящие в спиной мозг по чувствительным волокнам задних корешков, возбуждают двигательные клетки. Отсюда, по двигательным волокнам передних корешков, импульсы бегут к мышцам и вызывают их сокращение. Так осуществляются простые спинномозговые рефлексы. В спинном мозге находятся центры всех непроизвольных двигательных рефлексов. Рефлексов, обеспечивающих дыхание, пищеварение, терморегуляцию, регулирующих метаболизм тканей и многие другие. Но центры спинного мозга работают под контролем головного мозга. Импульсы, поступающие от него, стимулируют деятельность центров спинного мозга, поддерживают их тонус. Рассмотрим механизм взаимодействия спинного и головного мозга на примере коленного рефлекса. Если ударить молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы, то возникшие в рецепторах возбуждения направляются в спиной мозг. Затем через синапсы переключаются на исполнительные двигательные нейроны. Они посылают нервные импульсы к мышцам ноги и она приходит в движение, подскакивает вверх. Этот безусловный спинномозговой рефлекс происходит непроизвольно. Однако это не означает, что головной мозг не получает информацию об этом действии. Эта информация приходит в мозг по восходящим путям, благодаря проводящей функции спинного мозга. Нисходящие сигналы позволяют снизить или повысить рефлекторный эффект, то есть совершить произвольные действия. Например, в по желанию можно задержать движение ноги или преднамеренно качнуть ею. Это значит, что произвольные движения регулируются головным мозгом, но приводятся в действие исполнительными центрами спинного мозга. При нарушении связи между спинным и головным мозгом, что бывает при повреждении позвоночника и травмах спинного мозга наступает шок. При этом все рефлексы, центры которых лежат ниже зоны повреждения, пропадают и произвольные движения становятся невозможными. Чтобы определить, поврежден ли спиной мозг у пострадавших, врач просит пошевелить рукой или ногой. Если это удается сделать, значит связь спинного мозга с головным не нарушена. Если же травма привела к нарушению этой связи, то у человека возникает паралич отдельных участков тела или смерть в зависимости от сложности повреждений спинного мозга. Ребята, бережно относитесь к своему здоровью. Завершая наш урок, я предлагаю нам вспомнить основные вопросы, которые мы рассмотрели сегодня на уроке в форме тезисов, утверждений. По первому вопросу строения и функций нервной системы. Нервная система образована нервной тканью, состоящей из нейронов и нейроглии. Нервная система по месту положения делится на центральную и периферическую. Нервную систему в зависимости от иннервируемых органов подразделяют на соматическую и вегетативную. Функция нервной системы – координация работы органов тела. По второму вопросу. Строение функций спинного мозга. Спиной мозг – часть центральной нервной системы. Спиной мозг расположен в спинномозговом канале. Спиной мозг состоит из серого и белого веществ. Спиной мозг выполняет рефлекторную и проводящую функции. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. До новых встреч, ребята. Увидимся на следующем уроке.